Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Брюссель и Вашингтона назвал неспособствующими взаимному доверию. Дипломатические выпады с намеком на неприятные последствия. Материал моего коллеги Владимира Унанянца. Окрестности города Сувалки, Польша. Этот район в случае конфликта с Россией будет наиболее уязвимым. И именно здесь разместятся натовские солдаты. Варшава сумела убедить Брюссель в необходимости постоянного присутствия военных альянса на своей территории. Решение должно быть озвучено на июльском саммите НАТО. А пока, если верить заместителю министра обороны Польши Томашу Шатковскому, его страна сделала руководству военно-политического блока предложение, от которого в Брюсселе не смогли отказаться. Польша сделала предложение, и союзники дали предварительное согласие на размещение войск НАТО на ротационной основе вблизи города Сувалки. Указанный контингент предположительно будет развернут в начале следующего года. Мы рассчитываем, что после саммита НАТО изменят методы обороны восточного фланга. Вместе с тем, военный чиновник признал, что предлагаемые польской стороной меры не означают создание бетонной стены для защиты от России. Впрочем, даже намерение НАТО придвинуть своих солдат поближе к границам наследницы Советского Союза в Москве вызывает резкую реакцию. На Смоленской площади в нынешнем негативе в отношениях России и Запада обвиняют исключительно своих визави. Сылаясь на точку зрения бывших и нынешних высокопоставленных западных дипломатов, в том числе экс-главы американского госдепартамента Генри Киссинджера. Что касается непосредственно расширения североатлантического ленца, к границам России, то, по его мнению, по мнению бывшего госсекретаря США, иллюзия угрозы, якобы исходящей со стороны России в отношении некоторых восточноевропейских стран, не должна оправдывать этот шаг. Американский политик, дипломат считает, что американцы должны понять, что к России нельзя относиться как к стране, которая собирается, цитирую, прикончить НАТО. В Москве утверждают, каждый ответственный чиновник и дипломат на Западе признает, что никакой угрозы, агрессии, нападения со стороны России быть не может, и что все это миф, блеф и так далее. Комментируя заявление генсека НАТО Янса Столтенберга об увеличении военного бюджета Альянса, официальный представитель российского МИДа отметила, все дело в том, что русофобия становится неплохим бизнесом. Мало того, раскрою вам секрет. В ходе одних переговоров, которые были у российской делегации за рубежом, один очень высокопоставленный дипломат западный сказал, к сожалению, причем он был искренен в этом, к сожалению, на русофобии многие карьеры себе сделали на Западе. Впрочем, карьеру и бизнес в ближайшее время на Западе могут сделать не только на русофобии, но и на любви жителей конфликтных регионов нашей планеты к российскому оружию. По данным влиятельного издания «Вашингтон-Пост», Главное управление войск специального назначения Минобороны США изучает возможность выпуска аналогов знаменитого автомата «Калашникова» снайперской винтовки «Драгунова», а также пулеметов разного калибра. По словам представителя ведомства, производство такого оружия в США было бы отличным вложением средств налогоплательщиков, благодаря которому союзники Вашингтона получили бы оружие, с которым они знают, как обращаться и как чинить. И это, по мнению наблюдателей, еще один тревожный звонок российскому военно-промышленному комплексу и без того испытывающему трудности с лицензионной защитой своих разработок. В российском МИДе прокомментировали не только отношения с Западом, но и инцидент у Генконсульства России в Одессе. Вывод. Украинские власти не в состоянии обеспечить соблюдение общепринятых норм международного права в части работы иностранных депредставительств. Произошло следующее. Более двух часов у российского консульства в Одессе продолжалась акция протеста. Консульство Российской Федерации в Одессе здесь... Заблокировав здание, явившиеся с виселицами демонстранты сорвали прием по случаю Дня России. Как сообщил исполняющий обязанности генерального консула Валерий Катункин, территория консульства была атакована яйцами и картошкой. И вот, как прокомментировал произошедшее уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов. Украинские национал-радикалы осуществили грязную и трусливую акцию против Генконсульства в Одессе. Им не привыкать после сожжения людей в Доме профсоюзов. После того, как стало известно о произошедшем, несколько десятков человек устроили акцию уже в Москве у посольства Украины. Здание депмиссии забросали яйцами и фаерами, око за око. Надежда Савченко, вернувшись на родину, в Украину, после двух лет, проведенных в российской тюрьме, призналась, что попала в совершенно непривычную для себя среду. Летчице приходится ходить на работу верховную раду, ведь она депутат от Патькивщины, народный герой Украины. Это звание присвоил ей президент Петр Порошенко. Как только она вернулась в Киев, сказала, что попала в аквариум с акулами. Я будто нахожусь в аквариуме полным акул, но я небольшая пиранья, так что я не слишком беспокоюсь. Но, конечно, мне было бы удобнее в армии. Что касается ситуации в Донбассе, то Савченко предлагает запастись терпением и ждет активных шагов со стороны европейских партнеров. Мы должны понимать, что имперский аппетит и деспотизм одного человека неуемны. И если Россия стала непосредственным соседом Польши, стран Балтии, затем захочет стать непосредственным соседом Германии, Франции, это никогда не остановится. Я напомню, Надежда Савченко была осуждена в России на 22 года тюрьмы. Ее обвинили в убийстве журналистов ВГДРК и незаконном пересечении границы. Летчица была помилована президентом России и возвращена в Украину. В призывах к террористической деятельности обвиняют в России Евгения Киселева, не Дмитрия. Служба безопасности возбудила уголовное дело в отношении известного телеведущего. В Москве решили, что статья «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности» или «Публичное оправдание терроризма» вполне подойдет. А все произошло из-за того, что живущий и работающий несколько лет в Украине последние три года вообще не был в России журналист, высказывался в поддержку Надежды Савченко, когда она еще содержалась под стражей в России. В своем блоге на сайте «Эхо Москвы» Евгений Киселев сообщил, что в квартиру, где он зарегистрирован, пришли с обыском. «Действительность превзошла все мои ожидания. На днях в московскую квартиру моей 88-летней тещи, где я зарегистрирован, но не живу, явились с обыском ФСБшники, полицейские, а также явно подставные понятые, без удостоверяющих их личность документов. Одним из которых, характерная деталь, был разряженный казак, явно из боевиков антимайдана. Ничего не нашли, разумеется, ничего не изъяли». Ну а начинается блог с яркого описания тех, кого в современной России преследуют. «Принимайте пополнение, враги народа, нацпредатели, пятая колонна. Право слова не думал, что так скоро окажусь в вашей честной компании. А напрасно. Ведь сейчас только за перепост какой-нибудь крамольной заметки в соцсетях можно попасть на Цугундер. А уж мне-то, регулярному сочинителю таких заметок, давно надо было ждать ответного удара». Чего ждать от российской власти? Почему слово «демократия» в России воспринимается как ругательство? И так ли страшна российская пропаганда, как об этом говорят, в том числе и в США? Собственный корреспондент РТВА и в Москве Николай Старабахин пообщался с известной правозащитницей, одним из основателей Московской хельсинкской группы Людмилой Алексеевой. «После того, как в России был принят закон об иностранных агентах, Московская хельсинкская группа решила полностью отказаться от иностранных грантов. Почему и как вообще нынешнее законодательство влияет на работу группы?» «Очень плохо влияет, как и на остальные общественные и правозащитные организации. Зная наши власти, я понимала, что каждая организация, которая будет иметь зарубежное финансирование, ей придумают политику. Придумают из ничего. И так оно и есть. Что значит агент иностранного государства? В переводе, ну, простой язык, это означает шпион. Попробуйте-ка с таким кремом работать с нашими гражданами». А почему для значительной части современного российского общества такие слова, как «толерантность», «демократия», «права человека» вовсе стали чуть ли не ругательствами? Можно ли все это списывать только на государственную пропаганду? «Именно государственная пропаганда». Считать, что все плохо относятся к правозащитникам, это неверно. У меня нет ощущения, что мы живем в обстановке ненависти. Ее пытаются создать, да. Но я бы не сказала, что это очень успешно. Многие люди просто не знают. Я виню не их, а власть за это. Полную версию интервью с Людмилой Алексеевой смотрите на нашем сайте. Продолжаем. Дональд Трамп вступился за Израиль. Кандидат в президенты США от республиканской партии, выступая в Вашингтоне, заявил, цитирую, «Необходимо обеспечить безопасность Израиля. Мы все должны объединиться перед лицом угрозы исламского экстремизма. Мы обязаны укреплять сотрудничество с Израилем». Трамп сделал это заявление в связи с терактом, который совершили в Тель-Авиве два палестинских араба, жители деревни Ята, что под Хевроном. В среду вечером они открыли беспорядочную стрельбу в торгово-развлекательном центре в минуте ходьбы от Генштаба и Министерства обороны еврейского государства. Убиты три человека. Еще одна женщина скончалась от сердечного приступа. Сразу после трагедии Трамп в Фейсбуке осудил возмутительную террористическую стрельбу. Это тоже была цитата. И выразил соболезнования семьям погибших, пожелав выздоровления раненым. Лидер Хамаса называет террористов героями. Как подло. Американский народ – неизменный друг народа Израиля, который слишком долго страдает от терроризма. Безопасность Израиля является делом первостепенной важности для меня и американского народа. Мы все слишком хорошо понимаем тот ужас, который вызывает терроризм. Для решения проблемы, и мы должны ее решить, мы должны признать, что ужасная религиозная ненависть царит во многих палестинских районах. Там в школах оболванивают малышей, чтобы они, повзрослев, убивали израильтян. Там в ежедневном меню ненависть, которую изрыгают различные организации. Перемены давно назрели на палестинских территориях. Давайте приступим к трудной задаче создания будущего, где в мире не будет места террору. Совсем скоро начнется матч Евро-2016 между сборными России и Англии. И вот французский Марсель приобретает черты фронтового города. Мы сообщали, что английские фанаты устроили погромы в местных кафе, вызывая на бой ИГИЛ. А накануне британцы, находясь в нетрезвом состоянии, едва не устроили драку с россиянами. Беспорядки произошли в районе Старого порта. Полиция вмешалась против пьяных английских болельщиков. Был применен слезозначивый газ. Двое участников беспорядково арестованы. Порядок в городе во время и после сегодняшнего матча обеспечит тысяча сотрудников полиции. За российскую сборную приехали болеть не более 20 тысяч человек, а вот британцев намного больше, до 70 тысяч. Ну что ж, это были все новости, о которых мы успели рассказать вам к этому часу. Продолжайте следить за развитием событий на RTVI у моих коллег. У меня на этом все. Я прощаюсь с вами и желаю всего самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова